ребят всем огромное здравствуйте всем шаломчики в этом чатике денис алексей и теория большого пива я думаю что сегодня заключительный видеоролик на улице летний сезон немножко потихонечку заканчивается ну как уже осенне-летний скажем так и следующие выпуски скорее всего будут нас уже идти дома в баре на мальдивах денис скорее на мальдивы то что думаю думаю оттуда тоже будет хороший все верно итак сегодня выпуск достаточно интересный он подходит под две по два вида названий он подходит под название странные этикетки самые которые можно увидеть было а второй момент это пиво до 80 рублей куплено все в разных магазинах пишка в том что мы с денисом что-то раньше как-то ходили по разным магазинам фасолька еще где-то и вы увидели всякое срато и как нам казалось пиво пиво с этикетками типа из ссср понимали я не знаю какой он купил пиво потому что честно не знаю он и такое сделал буквально вчера или сегодня вчера сегодня все это дело я купил у меня нос сейчас не увеличивается не уртал ему не нет ну хорошо отлично так короче для меня это будет отчасти нежданчик да ребята на этом видеоролике если насобирается 10 тысяч лайков то мы выпускаем видос который посвящен безалкогольному крепкому алкоголю сказать по правде мы очень давно хотели сделать этот видеоролик потому что ну там там ценники или чем сказать не как это может столько стоит безалкогольным и это все продегустировали сравнили с нормальным алкоголем безумно душевный видос получился вернее получится поэтому имейте ввиду если что на бусте он уже вышел а если набирает в ютубе по лайкам мы запихиваем его в youtube чик и в к и в дзен и где только нас черт возьми теперь только и нет потому что мы даже в дзене появились кстати скоро телега анонсирует видео платформу а я слышал об этом только там она опять же типа рилсов шорсов будет не больше по моему 60 секунд и формате кубиков кубиков ну куб это платформа знаешь а куб знаю вот они с ними это делают или купили скоро мне кажется просто знаешь у тебя будет уходить тупо 7 часов чтобы загрузить все на все платформы у меня сейчас это уже так думает то же самое за тебя интернет лучший моего раза в 4 на вернее братан тебя тоже быстро меня просто летает когда я у тебя что-то гружу но у меня дома это от пердёж и адские страдания при том что не понимаю вот ребят напишите сколько у вас интернет стоит в городах удине они платят что-то вроде 300 400 рублей по моему да за 100 мегабит но они что-то там не дают мне этих 100 мегабит я плачу 1000 рублей в месяц это по-моему 150 или 200 мегабит что-то такое уже вечно это же поболь блин современными этими загрузками туда нужен vpn сюда не нужен vpn начинается тут танцы с бубнами сожалению я не знаю что такое vpn поэтому у меня почему ты знаешь у меня без буквально все работает да потому что установил прямо на модем нет нет ну или пугубой диме от них губа и тебя ничего не у нас просто типа сказали что мы ничего там не то так ладно чем начать ну сразу тебе говорю кринжатин и наверное мы с вами с тобой навалим нормально я тебе точно могу это сказать и первое пиво с которого мы начнем давай так чтобы ну полой тушечки начать для мы начнем с тобой ну давай на работ с этого ребята сейчас вы должны будете понимать что из этого всего получится лучшее в мире пиво из ссср да как это ну как вам сказать это значит рецепт советского 1928 вам и с денисом не понаслышке знаем что тогда пиво как будто было может быть даже и не самое главное но мы не знаем 27 мы даже с вами не можем узнать у кого-то потому что уже царство небесное не у кого даже спросить то об этом скорее всего с точки зрения хотя дай бог всем здоровья естественно не понимаем все люди когда знаешь там желают там сдавлю до чего-то там смерти вот это все вообще не прям таких людей ужасно а то-то срок годности интересно 22 07 24 до 18 04 25 то есть пиво в принципе свежая давай инбоксинг свою оценку он это варит для начала говорит и потом выкидываю просто бутылку союз плода импорт слышал что-то них они это товарная марка принадлежит безважности пищевая где кто делает а вот смоленской область изготовитель варница варница так что очень знакомо варнице ты будешь скрыницы скорее всего нет варница была варница что-то выше сорт выше как тушенка прям да а вот как будто даже есть даже ощущение что если бы тушенка выглядела также она бы тоже подошла вполне себе экспортная понимаешь мне нравится здесь написано как ты считаешь товарный знак зарегистрировали да ты несколько где-то в германии ребятам жить кто в германии или в исландии нас смотрят есть у вас такое пиво даже интересно 47 алкоголя здесь сварено по гост так подожди давай не так ради прикола реально гост или нет на контр-атикидке чё у них написано но помимо гост здесь еще это и есть ну ладно пусть чертим гост есть это хорошо 2012 года на секунду то есть свеженький гост хочется уже немножко в тетерри да и все самое такое прямо звезду не к звезду с кремлевская звезда путник 1 все ну давай открою генальная рецептура советских пивовар знаешь вот мне кажется что мы с тобой вот в плане не то что как два долбоеба но вот как будто вот самое время щас крепкий алкоголь пробовать на улице 11 градусов а мы сидим сейчас и будем ну один 13 13 счастливое число ребят ну давай наливай высший сорт интересно что здесь у нас будет по вкусу я давно на него смотрел скажите честно это пиво куплено фасольки так ну чё там с карбоном нормально все таким конечно карбоном нормально все вот 80 рублей трехслойсинской ароматика сто процентов трехслойсинг скал пуском скала ну вы поняли вода ржавая да да давно макать такого не пили ну на вкус получше чем конечно на запах но она достаточно карамельная плодового сладко да ну кажется я до сладость карамельная почему интересно по госту нам да ну да гост уже советская да точно что-то начал забывать советский гост 2012 мы начали мы начали забывать и гост мы начали забывать госты как говорится но мне не очень это пиво нравится это вполне можно пить она сладковато карамельная очень мало солода именно карамельная сладость не солодовая почему так не знаю ну пиво советская экспортная оригинальная рецептура советских пивоваров опять же смотри когда там сегодня очень много клише будет и тебе хочу сказать вот таких вот про пиржон и которые мы с тобой так любим типа живое типа вот если в двадцать восьмом году варили так то это очень неплохо для 28 года слушая вот помнишь когда мы были на тарксе мы сто раз уже оба до 100 раз говорили и лишний раз не будем не будем я не о том что но вот как будто бы если бы варить вот так она должна быть немножко с дефектами для 28 года естественно вам не было такого технологического оборудования по тем временам которое позволяло бы сварить нормальное пиво просто не было не существовало по факту всю жизнь физически яс разговаривал с отцом по поводу пива он же ну застал когда пиво помнишь ходили с бидончиками до покупали я застал чё но ты-то не пил его ты за стать ты застал он ты его не пил ну может что там пригублял немножко там давали тебе там макнули тебе не давали носом ну вот папа говорит что она вот была всегда какой-то очень как будто бы неправильно ему он не нравилось я вот думаю что просто может рецептура такая вот все время бомбим с тобой ржавого ржавого а водоподготовка может быть не такая была забранного осмоса по тем временам точно не было ну да там обессолить воду как каким образом выпаривать ее что ли кому это надо на хрен пользовались тем что имели а ну да на простейшие примитивные фильтра на двадцать восьмой год наверное были какие там угольные песочные какие угодно кварцевые может быть но нормальные фильтра для нормальной водоподготовки я думаю появились уже после второй мировой наверное женский стиль мышление у тебя образовался такой есть чисто есть чисто по просто за его подготовка чё как дела-то как-то не кашу мы слишком много пивиста как-то берем с перебором ладно давай на на следующее ты бы купил второй раз или нет за 80 рублей нет за 80 давай сейчас конечно рекламным будучи хамовники можно купить начинается дорогой таркас даркас можно вот этот хмель холодный можно что слушай процент срабатывания твоих ворот стремится к нулю прямо при мне же творить и творит все творит то хоть то творит вам учете давай немножко поставим нас с тобой в неудобное положение сразу уже да потому что ударить раком ну я бы сказал наверное даже от счастья наверное раком но я не мог это не взять брат а чё нормально так исходы же закрывали алиса закрой просто ворота как удобно стало реально с любой точки мира можно теперь так делать понимаешь обширонский пивоваренный завод делает нам пиво который называется крымский мост так от хадыжинска до крыма я так понимаю что это что типа хадыжинского и будет ну скорее всего я кстати не знаю где находится хадыжинск к своему следу ведь на кубани наверно да ну вот опять же живое у нас есть стереотип сварена в кубани на кубани прошу прощения с 2006 вот на самом деле польша похож не на крымский она больше оптинский из питера просто сдвоенный а ты кстати да а ты был на крымском мосту уже много-много раз ты чё конечно вы ездили когда уже был да как бы мой первый год его открытие есть от тебя впечатлил или нет кстати а я уже об этом рассказывал нет не впечатлило потому что в санкт-петербурге есть зсд которая над финским заливом идет гораздо круче и по внешнему виду и по видам которая с него так да а потому что там наверно все закрыты ты ничего не видишь пока не видишь понимаешь крымский мост это просто мост да я понимаю там кулу куча бабок исследований геология все остальное но с точки зрения красоты как вот арт объект как в архитектурный объект как санкт-петербургская зсд которая над финским заливом часть идет она гораздо круче но по моему мнению кстати ничего тебе не хочу сказать мне вот дико доставляет когда вы приглашаете меня на дачу еду через звезды я получаю искреннее удовольствие визуальное вообще по по всей дороге то есть у меня прямо на отрезками ты проезжаешь зенит арену ты за проезжаешь я даже узел я даже проезжаю к и вижу крышу собственного дома когда это там еду блять слушай знаешь не все думал о то что такая там про жесткую вот блять да вот сейчас бы вот 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 так вот совсем наташкин же дом тоже находится неподалеку на говор вы сделали бы отвел от вороточку блин значит они бы они они бы то они бы были огромные молодцы знаешь почему потому что этот переезд можно было просто путилов к я не могу денис у меня просто до усрачки ну как можно так нелепо это все и там пробки стоят постоянно но не постоянно я там часто очень езжу в отличие от тебя ты там не часто если просто попадаешь к вы постоянно почему-то на поезд а я там езжу часто и я могу сказать из ну из пяти раз я могу максимум один раз стою там это не за я вижу я все время пытаюсь объезжать раньше там поездов прям много было раньше было хуже сейчас там как-то полегче я не знаю каким образом это разгрузили или какое предприятие в центре города закрылись там перестали это варняки ходить но вроде как перестают я к тебе еду вся через звезды ну ты понимаешь как да очень простой через автомобильную там дорогу давай открывай об шорский пивоваренный рон обширонский до пивоваренный завод мы так у нас 11 начала экстракте когда мы начали эту информацию давать ну ладно 11 алкоголя 4 как будто бы да должно быть нормально скорее всего сладковатая будет ну да чё-то типа того на это скорее всего наявление обширонский дровосек да слушай а вот по объяснению почему-то криво наклеена может связано с тем что это руками делается али нет нет это так автоматика работает плохо получается линия клеила сто процентов там даже полоски видны да ну давай открывай своему фирменным ножом у дениса кстати сказать ребят теперь два ножа я сегодня попросил пиво открыть я вами не дал свой основной на что что у него ножи это теперь какой опять же там уже не знали там уже просто этот для деликатных работ это просто небольшой джентльмен который даже открывается вот так вот он без фиксатором как пирочный ножик совет подожди это же можно по идее играть в письки танчики сказали именно он именно фиксируется так что не сложится офиген пойдем пограем блин офиген с уже это классный нож он дорогой или нет мне не очень ну типа тысячи полторы на ну около двух наверно это то что тебе подарили сертификат и ты поехал и накупил себе а ты сделал уже рамку или нет паша сейчас занят очень серьезным каким-то заказом как он объяснил скорее всего прокрастинирует и сказал что на днях вроде как займется он даст мне два контрольных свистка в небо ну как когда начнет это делать так он хотя бы уже ну вы понял как это все должно происходить да мы с ним обсудили уже цепи альный позиции момента ты какие-то дедлайны ему дал нет ну подавать паши дедлайны зачем ставить его сразу в неудобное положение а у тебя нет такое вот ощущение что когда тебе говорят все таки да то ты ориентируешься немножко попроще ты не заебываешь людей как у нас объектив сейчас сломался люди сразу сказали 48 дней я их ненавижу блин ну скажи там тебе 45 дней ну и 48 ну наш фискальник полетел сегодня буквально с утра не стенском так и все его же сто процентов причине можно так вот в фискальник сломался насти звонит в ремонт там и говорят но сейчас заказов много там типа минимум восемь дней ты представишь бар 8 дней без фискальника это чё делать а что в таком случае делать к нам по идее по за они же должны были дать какой-то еще на по закону нет никто не даст ничего ты должен просто прекратить продавать алкоголь в этот момент на 8 дней слушай вопрос но они сказали 8 дней по факту когда настя перезвонила и уже поговорила с непосредственным исполнителем там сразу сказали все завтра забирайте типа вот так вот это сбер нет это вообще ремонтники ребята которые на сбер все сейчас я знаю кто такие скажи мне пожалуйста попробуем а то мы сейчас с тобой проявим наше пиво повезет спасибо я им возил уже наше пиво я уже в бухгалтерию возил ну вот здесь вот мог бы но я раньше я туда больше не ногой ты чё я там не был последний посредством был наш когда года три назад я бы что никогда не поеду если я захочу посмотреть на таких людей я схожу ладно я не хочу и не хочу никого обижать но там правда серпентарий еще тут но железяка опять да сладки сладко-кисловатая железка вот кстати вот это было лучше да я говорю там хотя бы было четко карамель она еще кислая но я говорю сладко-кисловатая это даже в лучших исполнениях они вот не там прямо на месте пьешь и когда более-менее норма канал с помощью логистики там неделю по перемещается по стране и попадает на прилавок санкт-петербурге а вот тебе смотри и всего и крымдец ему в этот момент ты находишься в крыму с палатками вот это все жарище там или еще и еще шелдон бегает вы ездите за бараниной который портится пока вы довезете до дома не портится ну окей ладно и помнишь ты места говорил что есть пиво какой-то такой типа дон например еще что-то что тебе доставляете похеру на вкус вот это римская там так это бы пошло на то что похеру на мне вот в таком виде нет я просто знаю что на месте где его производят а если там срок годности ну неделя-две край максимум это нормально будет ну она будет сладкой но хотя бы не будет кислая сейчас нет конечно нет он же самый крым которые там прикольно он и сюда доезжает прикольный там все таки люди добиваются того что срок годности реально на этикетке они вот это вот срок годности года по факту блять дай бог три недели ты про ты про пиво крым сейчас говоришь да скорее крымся заезжает абсолютно нормально его покупаю себя надо белая по белой скалой туда вот это симферопольская нахимовская белая скала и все стараются ребята если хотите попробовать ощущение вот по моим вернее ощущением как раньше была балтика 7 в топе было давно почему-то сравнивать балтика 7 и гряди они по ним вот вот то что делает крым еще раз как она называется не ревера же именно по моему белая белая скала вот белая скала это вот так как то какая раньше была вкусная хорошая балтика здесь вы уже видели выпуск в скорытую что там как бы ну такой я не вижу смысла допивать и даже пробовать потому что это испорченное пиво абсолютно точно расскажи мне пожалуйста историю а вот смотри сейчас приходя в любой магазин покупая алкоголь я имею ввиду пиво то есть происходит что тебя читается штрих вот этот и соответственно qr-код правильно а как в баре происходит момент разливным пивом по кегам сейчас списываем именно кега списывается но ведь факт факта продажи ей же в стакане получается пока еще загребущие лапы роз алкоголь и регулирования до этого не дотянулись а тебе не кажется от крепки на алкоголь и уже порционно списывается то то что чему часто вы разговаривали до 40 тебя налили сразу нужно будет пробить qr-код чтобы было не qr-код там я не знаю как крепкая списывается у нас крепкого нету но она уже списывается порционно как будто бы зато будет каток если это не выключить да не будет ночью минуса все нормально него просто автополив включился на пять минут ребят сейчас пять минут и пройдет если всех успокаиваешь как будто все волнуется слышно слышно очень блять лишь там каток же будет ладно 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 короче на раз уж мы заговорили об этом я не мог взять пиво крыма несло жигулевская я тебе наверно объясню почему я захотел взять потому что изначально моя мысль была набрать пивка включая жигулевского помнишь мы как-то делали обзор нам он очень понравился про жигулевская мы с тобой котируем как таковое пиво и вот от крыма у нас тогда не было этого пива и люди многие писали ребят жалко что вы не взяли крым жигулевская потому что она весьма себя достойно и я почему-то вспомнил твою любовь которая почему-то внезапно появилась этим летом крымскому да а у меня на даче в магазине другого приличного пива не продается эти клянусь а ты здесь вот эти вот поделки по уже новоприобретенные благодаря санкциям подам стал гессер и все остальное вот самые продаваемые то что они и они по сравнению с этим крымом мне не нравятся я очень часто был этим летом на даче именно из-за этого я снова полюбил этот крым а мне почему-то показалось что ты мне в какой-то момент ты мне сказал ягод его покупает даже не потому что ну единственно нормально но мне в принципе нравится ну да нравится вот я тебе я тебе об этом и говорю что очень странно что раньше ты его не покупал никогда и вот я не покупала на одно время просто исчезла видимо из сетки дистрибьюторской кто ее сюда возил и его в городе было вообще не найти не достать а потом она снова появилась и если что-то надо его вберу и все ну ладно ну давай крым жигулевская они раньше еще этот крымский завод чем он мне очень сильно импонировал не знаю как сейчас понятия не имею но раньше это я здесь с тобой ты разговариваешь это был единственный завод в россии который имел лагерные танки дображивания которые находились в скале где-то как под по рассказам очевидцев то есть где-то была пещера в пещере горизонтальные лагерные танки дображивания были они реально дображивали пиво на протяжении норка они сейчас здесь пишут на самом деле 28 дней то есть очень классическая технология такого больше ни у кого нету если сейчас это происходит точно так же то мой респект как бы опять крымскому этому заводу из симферополя если не ошибаюсь он сейчас бы без зубов остался эти бетонные лампы которые над этим столом обычно которые там стоящие с нему короче ребят воде себе зубы выбил свое время по-моему к подходишь по самому разбил по можно задавку ну так вот просто пройтись и как бы об них и все да и бетон я чё подумал denis давай немножко в жарим с тобой по крепышу я вижу вдруг я вижу ты замерзать стал а когда ты замерзаешь это плохо поэтому быстро попробуем шкале спасибо огромное ребятам кто присылает это у нас чингис да у нас теперь кстати еще расскажите комментарии вот что у меня что под тбп своими глазами видел все спрашивают как вам что-то прислать мы уже оповещали давайте еще раз оповестим мы точнее не мы лена сделала абонентский ящик на почте и теперь это сделать очень и очень легко если вы хотите вот здесь привязать раскрой нибудь вещь которую мы однажды в выпуске откроем продемонстрируем покажем что-то оказывается у кого-то что-то может какое-то производство есть что-то интересное человек такой он намекает ребят если вы делаете дома пришлите поросном дом ну какая-то поделка своими руками сделано те же самые шкалики все что угодно короче будет свой такой капитал шоу поле тбп но мы как это назову и сразу мы музей мы украли эту рубрику у пацанов не украли позаимствовали пацаны нас тоже спрашивают к ему можно мы возьмем мы запить чем-нибудь вот крымская есть замарина налью ему хотя бы но не мою любимое лёш ты тоже насколько мне известно имей рамки приличие она не мою любимыми от другое пиво в приоритете но давай разъебывай жигулевская не пробовал крымская сбокал нормально нормально же помыть и ну вообще он все пахнет одинаково у меня сейчас ничем не пахнет с очень-очень-очень легко солодово пахнет все немножко же как будто бы вот есть железячно не нашим ты нашим шпротами что ну денис мы чувствую перестали быть этими 0 вопрос лично для меня по сравнению с этим вот как бы но это пока лучше но запах здесь не лучше честному скажу запах здесь плюс-минус как вот здесь но здесь хотя бы во вкусе чувствуется солод хмелья здесь конечно и не пахло вообще очень солоду но при этом здесь сладость и и почти нет атаков бы если они не вам они реально 28 дней добра живут естественно никаких сахаров там остаться не может вот я бы знаешь где с тобой такое испил бы в бане знаю ты заебал еще настолько предсказуемся нет я не баню имел ввиду я хотел тамам какой-то турецкий я значит что-то как-то вот финские сауны разлюбил в последнее время я уже забуду что такое финляндия честно брат она такая а те кстати говоря не триггерит тему что раньше мы ездили в финляндии сейчас нет я как-то настолько уже я настолько часто туда ездил я знаю как бы вообще насрато я на всю оставшуюся жизнь туда ездился а помнишь мы как-то разговаривали с тобой я вот не помню тбп это было или нет я тебе говорю о том что если бы я захотел умереть я бы наверно умер в финляндии ну пусть там достаточно на мой лично взгляд мне показалось скучновато скажем так а сейчас лена запикала вот этот кусочек то что я говорил а вы в комментариях напишите что я сказал может кто угадает тот-то угадает молодец мы поставим лайк под этим комментариям а ты умеешь давай крепкого созданем паблику это типа что-то наверное водки нам скорее всего будет на нас точно ничего не поменял нас очень попадает я надеюсь это просто не раки мм о в миллениум человек тысячелетия чингиз чингисхан конечно человеком тысячелетия сделал может быть он сам себе сделал дистилляция из грейна то есть и зерна все нормально не пахнет блин как хочется шпроте каблистом по шпроте лежат ну ладно хоть хорошая водка ты серьезно на удивление мягко хорошая хера все великолепным послевки и даже не надо запивать это водка ли кстати братан но это не сырят зерновой да кстати да кто делает а но предсказуем это монголия ул-ан-батор монголия ой там недавно были была делегация наш по моему в главе с путиным на секунду на секундочку да я слишком много политики в чем-то говорили время живем еще о чем ты говоришь я не понимаю а какая политика советская визит путина в монголию водка оттуда же что ладно ребят ну давайте так мы нормальные с вами люди поэтому мы же политики не касаемся давай так честно мы же просто разговариваем и все мы же не обсуждаем здесь по 500 раз там что-либо ну вот это меня кэш прибило брат вот честно я в самом страшном с ней такую этикетку бы не придумал а мы с таким нас будем пить для дальше будем давай все-таки после водки оценим давай но после водки как говорится и хуй в пилотке и и шапка и шапка на варе горит вот это надо запекать или оставить и можно написать денис сломался у меня теперь такие же тупые шутки выкурешь только рифмованные что ты знаешь мы вчера короче ребят гуляли по городу парами а вот и что эти хочу сказать мы вчера побывали в этом месте который называется рюмочная ты не помнишь как называется кстати который на фонтанке да я не помню короче лена сейчас ставит как она называется там это от театра от местного от театр на фонтанке там владельцы какие-то связанные с театром люди что такое я к чему хочу сказать я не могу сказать что там очень респектабельно это не завод скажем так да но ты знаешь я стал понимать что мне в таких местах стало очень комфортно ну типа знаешь какой-то почесанная мебель но ты приходишь туда знаешь какой то есть что-то в этом есть я не могу никак понять что меня влечет вот такой поначалу немного хамоватый бармен который становится потом абсолютно нормально вот я за счете хочу сказать пищак оставил делал заказ я думаю сейчас ты придешь эти запускать я думаю сейчас напишешь бы скажешь блять сука как в москве когда в этом были в баре были этом но он очень быстро как бы типа нормальный стал становился до восстановился я выяснил у него день рождения тоже 11 сентября как у меня у тебя 11 сентября день рождения было классно что подарили ножи и книги вообще все отлично для я ребят еще ничего не подарил потому что я подборкой книг а каплю бар на правде ребят от наших с которыми мы работаем судя по всему занимался никита потому что там прямо в тетельку все попало вот как надо но там что типа чего например запрещенка если конечно там от загоря несколько книжек которые я все не буду заслуживался купить и так далее история русской революции там три тома и вот это все можно маленький вопрос задать тебе помнишь на ген помнишь ты а я пойду это политик он и на генда короче помнишь а не брать обрала у тебя книгу почитать мезоцефалон вот а почему и нигде не купить и почему она запрещена я так понимаю там право не запрещено 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 не найдешь сейчас я уже просто тираж закончился и все ну кому ну на авито нету типа перед и самый там нету даже намек там же книга по факту про алкоголика про борьбу и ну я если я правильно понимаю только современного ну такого да и с конца девяностых начал мне началось скажи как середина дускай скажи книга называется чтобы регулируем бригадир мезоцефалон она свободно и еще раз там улована запрещено тебе в электронке даже не прочитать может быть если что это ну как есть же черный интернет там да ну так вот в яндексе на первой странице хер бы и нашел а серьезно если так это просто чистит же все слушай а не было у тебя желание построить дом самому кстати нет почему я не строитель а чуть ты сейчас строишь то такого важно буду заниматься тем чем вот реально не умею заниматься откуда ты знаешь блять рукастый ну да но мои руки способность создать нужник во дворе как бы с игорем на пару а дом построить это немного другое блин так это как будто много нуждяков по большим размером если если я сделаю такой же дом как туалет не 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 насколько осторожнее осторожнее допустим потратила на это пять месяцев такой в лен там не было ни разу мы приезжаем вот наш новый дом прозрачная дверь на входе с другой стороны занавеска заверш чтобы ничего не видно был южен лофт и ты такой стоишь ну типа . круто тебя все сделал ну да давай побиву потом еще с тобой это у нас скоро скоро рассвет выхода нет как говорится 1855 блять слушай у нас на самом деле во сколько у нас нынче закат это через час блять 1855 у нас 50 минут осталось так по-хорошему я не знаю будем будет там все нормально нет короче норм давай так но к лучшее что было сегодня и кстати справедливости ради запах уходит и все окей это прям хочется допить так ну вот тут я думаю что тебе понравится смол пиф пром как называется брат литрушка до пива но это 05 я справедливо хочу заметить я немножечко офигел какие барышни красиво эти хочу сказать как муж советском союзе так можно было ходить вот так с открытым декольте вот это все декольте называется если не же я не помню вокзал для двоих помнишь там официантки разве не такая закрыт там такие решечки белые у них ну как ножички это много маленьких лиц таких толстеньких меня больше волнует вот этот правый молодой человек во всех смыслах сказать ребята тут знаете тут как будто бы тут есть вопросики мне кажется это элвис пресли и илон маск нормально ну реально илон маск и этот самый хочу не пиво понятно это что такое это что-то не прогрузили в текстуры куда-то упало пиво и что-то там это какой-то майнкрафт блять ну да вот то такое пивко есть до 8 лет у него туловище очень странно меняешь у него вот это вот ровно литрушка как думаешь какая логика у людей вот у смол пив промо пром стат пирт порт фронт поезд до когда не называют пиво в 05 045 добавок сюда посмотри просто даже интересно ну вряд ли это 05 до даже 045 они называют это литрушка ты понимаешь даже если надо брать 2 если 2 литрушки и чуть-чуть вылить кто делает трехслоснинский зуд даю варница опять а варница варница это вот это то что у нас для суши они прямо идут по канонам да то есть такие типа блять надо еще высадить почему это берут нашу фасольку я не понимаю может все еще у них существующая система откатов при заказе они такие типа давайте возьмем островицу reward блять заговор возьмем и о и ниппель для вас реально ребят продается диппель но я думаю что говнище суши а у нас же был видос с ниппелем если не он должен был быть нет он был был мы делали мы делали мы его даже пробовали я тебе более того скажу ты там бомбил как не из себя а да точно было а ты редко бомбишь когда брат наливай дичка у нас правда нас тут по таймингу на чем будем в ночи уже с тобой как говорится в ночи не дрочи блять те же яйца только в профиль по моему это вообще тоже самое что вот это было не туда подругой то такой же железкой это с кого капнула себя тебя пара доктора блять это санина полная пиздец это полная санина с уже не помнишь блять не хочется называть хамовники сколько там не помнишь 045 тоже не сделали тоже что-то не полу литра им типа максимально просто невыгодно было делать переделывать бутылки мне кажется наверное ну как будто бы там изначально было 045 нет это невкусное пиво об этом говорить нечего она дефектная вот это прям дефект на дефекте так дальше я бы хотел с денисом пройтись по вот такому пивку но тут конечно так я еще вот такое взял майкопская майкопская пиво нам многие его советовали попить и мы как-то его по-моему даже пили если я не ошибаюсь помню очень многие писали пиздили у пилс на руку вот эту абсолютно абсолютно согласен гост такой-то для вас как для себя с 1882 года ребята делают пивоваренный завод майкопский значит 11 экстрактивность 4 алкоголя выбором должно быть неплохо лома почему она сколько должно быть а тогда алкоголе должно было быть пятерка но честный 05 ой как хорошо смайка ой ты посмотри красавода слоуму надо снимать хочу сказать красиво красиво льется я тебя оставил очень вкусная водка ребята и имейте ввиду если вдруг если вдруг более начнет поставки ну я думаю что это можно делать посмотреть что такое это очень вкусная но объективно не водка дистиллят действительно обалденно я бы такое пил и пил наш путь селедочку закусочку да и ты все слопал а я буду смотреть на это все пиздобал ты меня называла 10 лет форм грейн очень вкусно 39 алкоголя 39 до кстати удивительно алмека ты кило твоя любимая раньше было 39 а сейчас стало 37 алкоголя и стало просто водяры ебаный но я тут в текиле начал немножко знаешь подшаривать чуть-чуть на полушечки с наташки здесь сидели так классно посидели так весело было мне потом полночь и утро просто очень давно не виделись мне цвет очень нравится ну скажи мне что я не туплю дефектный запах виздец гнильцой пасет прям очень плохо пахнет но пахнет как глаз пиво лучше не испортившаяся не лучше куда быть гнил гнилостный запах и силоса они все такое силоса забыл силос это ферментированная сена грубо говоря вот точно это трава блять дрень дрень такая дрянь это что мы не выливаем только потому что денис беспокоится моем газоне так бы это нахуй было все вылито блин газон и так в депрессии блин смотри насколько еле нападала а кстати елки до падают я смотрю все больше и больше вот вопрос ты же понимаешь это проходит раз в два года почему не все вы что вообще не опадает сосна чем опадает время от времени у нас в этом дал тоже сосна сосна который вот стелющаяся она такая же как вот твоя стояла желтая да я все желтые оборвал сейчас она зелененькая же я тебе задам долбовский вопрос не могу тебе на камень не на камеру это не задать я заказал 200 метров гирлянды зачем сосну обмотать а как ну вот инженер кто-то профессионал да я блять по человек геодезист все что угодно я не меня креация креатура появилась идея а идею должны осуществлять профессионалы я тебе объясню я просто помню что ты когда мне горю что я тебе подрежут сосну если надо подрезать смогу гирлянды обмотаю короче биры досидея яку покупаю дохуя шариков воздушных мы запускаем а все я понял этой рыбалки зимнюю версию и все на тебя на табуретку вряд ли ты вылетишь я не знаю как это как вот придумать ее реально обернуть все ребят слабо и вижу вот каким образом это надо вышку вызывать вышку тут чего на автомобильную вышку где тебя поднимут на люльки ты это все обмотает о заебе а кстати как вариант от столба ну от ствола ты ее точно не отмотаешь на месте точки тоненькие че толку ты ствол обмотаешь 200 метров фонариков вот так вот внутри все будет гореть а снаружи вот это вот блин что-то приперу на новый год в этом году что-то такой новый год мне кажется будет веселый хотел поджечь немножечко это все дело это я могу и без гирлянды просто сжечь нахер сосну ты вешал ну бля такой себе есть много мозгов не надо это понятно ну ты понимаешь как бы есть же ощущение как будто бы я ощущение даже да ты понимаешь но надо было постараться я тебе хочу сказать здесь вот надо было чингис хан водку запивать этим алтай ханом алтай а кстати алтай хан да а бутылка кстати как будто бы спизжена у кроненбурга нет у кроненбурга очень похожая бутылочка по форм-фактору по моему но своя пресс-форма опять же у ребят есть на 47 алкоголя здесь у нас на а бочкаре алтай кстати делает на секундочку а бочкаре это те самые бочкаре или нет денис бочкаре там не бочкарев если ты имеешь ввиду да именно это имел ввиду бочкаре бочкаревский пивоваренный завод в россии до алтайский край целиный район блять я не понимаю как они стали эти пробки делать ну я что рукожоп ну да это раскручиваться ну давай ну вот что я рукожоп нет бля я вон даже поранился ёпта да сам это выйти ребята с индийской помнишь когда было время когда курить начинали там летом бог с ним во сколько когда всегда была пачка кончить пипа типа элэма и или там мальборо или там когда уже парламент и была пачка еще на всякий случай союз аполлона ну условно петра нам например черного и петр черный неохотно брали а кема убрали о чё тебе сказать я не видел этого пива нигде кроме одного магазина я вот там почему это стоит до 80 рублей ну при всем при этом до 80 можно купить пиво нормально здесь какой-то своеобразный ну да и пойму что это определенный сорт ну не она лучше пахнет чем придумаем майкопская блять я не знаю это не столь я не знаю майкопская для немножко нет это лучше чем майкопская это гораздо хуже чем крым но гораздо лучше чем вот эти два экземпляра и вот этот пока на мое удивление вы даже еще не супер да это оказалось то по факту ну так она не очень что он просто не сбродила еще он очень сладкая кого-то до конца они чего по фану это ставят вот это вот плотности вот эти все я не понимаю почему по фану по фану по факту ну по фану имею допрос на отъебись они ставят так то но они не выдерживают технологию здесь технология идет по пизде ну даже сам чему по проблему потому что она сладкая но я чувствую славе прям сладкая сладкая не сброшена как будто как будто мы ему еще были дни 12 постоять но здесь 12 начальной плотности 47 крепости естественно будет сладкая ну сладенькое такое сладковато я и так задумано просто да нет просто видимо гонится за скоростью производства и все вон это то про что я говорил если крымские вот этого вся история с они не врут и реально 28 дней дображивания в лагерном танке то вот там вот с этим вообще все норм там все сахара окончательно все таки бы будут подъедены а здесь неделя и на полку блин уже как у нас за условно неделя как у нас прошел барный сезон в петербурге как-то оцениваешь для нас хорошо прошел хорошо прошел ребята огромное спасибо всем кто приезжал к нам прямо души души до конца октября будут все приезжать ну да не все равно просто мне к мне показалось в этом году очень много туристов было в петербурге в целом уж ну внутренний туризм пипец как сильно прям на удивление я вообще не ожидал были времена люди будут лететь через дубой в италию да я хер знает но временами на том же самом вознесенском направь там другая ситуация там как бы очень сложившийся костяк именно постоянных посетителей питерских она вознесенском бывали дни когда их питера ни одного человека и зал битком забит туристами вот реально там вот все приезжие но это все приятно но же есть постоянники и там и там в любом случае европе есть и у кстати удивительный момент что и люди действительно в каком-то смысле поделились потому что кому-то очень нравится и правда это без прикола кухня тбп и обстановка там а есть люди кому нравится таб-22 и кухня там и обстановка там не мы не хотели кстати вот этого разделения если честно свое время насколько я помню но она так или иначе произошло но он произошло типа без вот какого-то негатива которые мы там как-то еще своими там представляли более-менее по вам все а в целом окей это опять дровосек из вязьми или это вот это вот это я тоже взял у нас херонский да тут то что крым крымский моде от жигулевских тез про мариношка дыжинске при мощном с тобой как-нибудь сделать можно бокал освободить с удовольствием фу употел пока мы узнаем заводе а давай перейдем по штрих-коду узнаем что-нибудь о заводе еще нет с удовольствием так давайте ребят послан давайте мы сейчас запишем сразу вам запись экрана чтобы тоже вместе с нами были так мы с вами получаем вот такую я пока пиво штучку да и мы с вами посмотрим алшеронский обширон обширонский да мне уже есть 18 лет ой слушай ты посмотри у них куда фильм пиво хулиган не светлая хулиган темная хулиган безалкогольная но и квадро бобернер какой-нибудь обширон суши с и к линейку небольшой крымский мост кстати сказать ну да это жду ты посмотри к линейку них огромные и кегова есть кстати ну почему у ребята довольно таки неплохая линейка по ходу дела хулиган и вот кстати вот честно вот правда ребят тут рассудите ну вот как это происходит вот директор сидит да например ладно сатяшева я уже понял там по хуйню всему заводу бред на директора появился еще один натяж его еще одна гола гола среди кофе у меня орел продукт орел продукт звучит ты когда пиздец его лютейший просто ну потому что там стоит сколько консервов рублей 40 ну тушенку да как и что ты хочешь бля братан но чё ты хочешь а тяж его не стоит дешево эти умоляю посмотреть что я там наснимал по поводу дешевых мясных консервов это это пиздец это это не то что вслух не произнести это не выше что ты хотел до 50 зачем это сделано закрытие рынка такого вот дешевого потребителя до потребительская ниша это кто собаки может быть и не будет это есть собака я шелдон пытался кусочек скормить он не стал есть да может типа знаешь кого у кого нет возможности там что-то забить и не знак это невозможно и слой же скорее всего но только она еще из настолько мерзотное что это даже не нет это не вышептать насколько это сейчас холодно или на полном серьезе это сравнивал с сюр стрёмингом я большим удовольствием сожрал бы банку сюр стрёминга чем банку тушенки от орла продукта эти клянусь это не бы это не пиздёшь вот так вот типа для красного словца я действительно сюр стрёминг съел бы целую банку но смотри я этих консервов просто перепробовал очень много на канале я понимаю что там я для себя выработал нашку схему что это делается для закрытия рынка в любом случае есть ли есть потребительская ниша который не существует я тебе объясню но смотри ну как мне нужно рядки удобрять как мы не объясняли люди в комментариях что ты не понимаешь пенсия не очень большая давай это сейчас без шуток без приколов пенсия не очень большая у бабули и правда у многих такая что вот приходится сжать вот это вот ну извините так себя никакая бабулька это не съест я тоже не понимаю этой логики но если вот смотреть на логику людей как я оправдал оправдываю это мне оправдывали каждый день продукт который возможно есть сыр пластмассовый мы всей семьей едим и все очень вкусно и ты не прав ты явно еще апреля уже человека на человек который бы до конца скил банку тушенки от орла продукта в глаза посмотрел пожалуй бы руку но потом сопроводил бы до карета скорой помощи скорее всего а у вас тушь карет стали ездить да понятно набрался знаете ли здесь под пушкином ли где-то ну ладно хорошо а короче тоже не совсем понимаю для для кого это но мне вот объяснили так я не совсем тоже солидарен с людьми потому что есть продукты которые можно купить чуть-чуть подороже но за 40 рублей когда ты берешь тушенку ожидать от нее что-то хорошее это по меньшей мере странно ты не находишь и чё на это пиздеть это нет я пизду на то что зачем это это для кого как зачем и для кого для кого ну не будет никакой даже смертельно голодный человек и то есть не будет хорошо давай с тобой рассмотрим вариантов у меня собака это не есть ли есть люди у кого нету например дома своего да но они там не знаю собрать минут может для них настолько это не принципиально как вариант братан я пытаюсь найти но они для кого это дело не стала есть собака там джекрасл который может сточить блять я не знаю елку если ее тушенкой помазать ну серьезно короче я тебе скажу так что я когда просто смотрю там банка дороже чем содержимое с этикеткой чуть-чуть по моему насколько я разбираю вот чуть-чуть посчитали 20 или 22 рубля сейчас стоит этикетка плюс банка ну понимаешь до момента моему но там производство массовое скорее всего у них это рублей там наверно 10-15 будет ну вот и понимаешь и при всем при этом вот эти внутренности как-то их надо расценивать давай скажем так а мы суп выключили да слава богу вот поэтому здесь вот очень сложно это все коллерируется но для кого я так и не открыл для себя это понимание но люди в комментариях я думаю тебе сегодня об этом напишут обязательно напишут но это будет неправдой почему даже не существует человек который смог бы доесть банку до конца ну я не знаю правда я не знаю что ты ел просто я я ел например тушенку из магнита это невыносимая хуета для магнит орел продукт делает но орел вот делает для многих стм магнит тушенка стм магнит делает орел продукт она у меня была короче которая такая цветная на ней просто типа там цвет и написано красный цвет и да 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 соевая просто хуета если честно а знаешь на что мне напомнил если вот именно от магнитовской тушенки мне шеллен отказался но это типа доширочные как ушки просто большие по факту а там на ты вкус не почувствовал вот этот вот нет ну конечно не очень только единственное когда брала я вот кто это придумал блять вот честно тебе говорю ну слушай может для блогеров придумали не знаешь вот кстати единственный вариант это как сурстреминг в свое время был придуман для богинка судя по всему тушенка от орла продукты была придумана ровно для тех же самых целей и причем на еще самый прикол орел продукт если я опять же не ошибаюсь они делают хорошие у них пример я теперь принципиально найду всю линейку орла продукты из консервов и будем смотреть я тоже нашел новый отяж его брат только она стоит x2 блять это они пишут знаешь что у них написано сосиски из говядины вот ну крупным да а сзади написано с курицей да да я несколько раз таким сталкивался вы чё ёбудай вы сейчас взяли 12 продуктов я тебе клюну что продукция стоит нихера не дешево это невозможно есть а тяж его лучше знаешь в этих всех консервах за 40 рублей тушеночных из мяса в лучшем случае свиные мозги ну это не самое ну не знаю ты пробовал как в говяжьей тушенке а ты об этом а ты пробовал кстати мозги или нет да тебе понравилось ты же такое по идее любишь это же ливер такой прям лютый лютый мы пробовали делать вот на хлебце мозговые косточки то что вот мозг то и тот из головы которого это тоже самое по вкусу это тоже самое а тоже он такой типа как желешечка да такое студенистое суфле но это вкусно я вот очень люблю эти косточки сладко как карамельные косточки щупом называются они опять сладко кисловатая фигня это я пока не понимаю для чего я должен это покупать вот у меня пока нету момента а еще я должен здесь платить там 80 рублей условно говоря за это если есть сами напишите в комментариях что можно купить за 80 рублей давайте мы не будем что вы тут не писали что мы тут рекламу какой-то создаем но все-таки тут вот осталось ребятки родные вот такой видос получился выводы делать вам я скажу честно наверное от себя из того что сегодня было not bet это вот это и вот это вот для меня чисто вот ну это вот это под большим вопросом того что это стоит 80 что-то 90 помню там 80 рублей до 80 я все смотрел мне кажется что вот это более менее но к сожалению я лучше балтику 3 возьму ну уж если вот так говорить дешевле в два раза просто по цене да она будет дешевле а вкуса там как будто бы больше но мы тут как бы знаете не последняя инстанция поэтому вам и что виднее что ты скажешь повод сегодняшнего выпуска но этикетки прикольные да интересненько все сделано это вообще скажем так это в меня как целевого покупателя не попала никто кроме вот крымского может быть потому что это единственно съедобное что сегодня был напишите в комментариях если вам не сложно что вы покупаете до 80 рублей просто интересно может быть мы как-то типа начали там вот хамоники все время сравнитель там жигули например или еще что-то может быть действительно есть какая-то годнота и мы обязательно ее сделаем с вами был как всегда денис алексей и теория большого пива все ребята души пока пока счастливо